Владимир Ильич без политической ретуши. В Ульяновске к 140-летию Ленина открылась выставка рассекреченных документов, которые пролежали в архивах не одно десятилетие. В биографии вождя пролетариата ученые до сих пор обнаруживают все новые факты. Так, например, есть предположение, что Владимир Ульянов был дальним родственником Петра Чайковского. С неизвестным Лениным знакомился Сергей Арсеньевичев. Доска для нарезки хлеба, сделанная руками старшего брата Ленина. Портрет вождя с пометкой «Эталон». Разрешено тиражировать посмертная маска. Готовить юбилейную выставку сотрудникам Ленинского мемориала было непросто. Вроде бы за 40 лет работы показали уже все, что только можно. Но кое-что новое все-таки удалось найти. Вот этот портрет наркома обороны СССР Климента Ворошилова попал сюда из частной коллекции. На удивление музейных работников выяснилось, что это не один, а сразу два исторических артефакта. Долгое время Климент Ворошилов скрывал под собой вот такой вот очень интересный рисунок. На нем Ленин и его ближайшие соратники. После того, как почти половина из изображенных здесь были репрессированы, картина стала политически неверной. И хранить ее дома в открытом виде было уже небезопасно. Показательный момент. Эта картина написана в 20-х годах. Ленин сидит, соратники стоят. А вот другое изображение, сделанное в 30-х. Здесь сидит уже Сталин, а Ленин выглядит едва ли не его учеником. Директор мемориала Валерий Перфилов говорит, что таких случаев очень много. Фотографии отретушированы, картины написаны с учетом политической подоплеки, а мемуары исправлены. Например, Луначарский пять раз переписывал свои воспоминания о революции, пока они не получили одобрение Сталина. Так что поиски исторической правды в среде ленинаведов продолжаются. Сегодня открыты спецхраны. Сегодня в нашу страну поступает огромное количество документов, книг, изданий оппонентов Ленина, тех, кто уехал за границу. Там писали свои произведения, создавали научные исследования. То есть мы сегодня в определенной степени только приближаемся еще. То есть у нас появляется большой массив документов. Большевики пытались убедить всех, что вождя мирового пролетариата этому миру подарил русский народ. Рассказывали про папу Ленина, простого человека из бедной семьи. Но упорно молчали про материнскую линию и запрещали ученым копать в этом направлении. Сегодня с домом в музее Мульяновых сотрудничает немецкий пенсионер Гюнтер Круза. Благодаря ему в генеалогии семьи профессиональных революционеров удалось продвинуться вплоть до 17 века и обнаружить немецкие, шведские и еврейские корни Владимира Ильича, а также его знаменитых родственников. Дядя матери Ленина Карл Гросшов служил вице-директором Департамента внешней торговли Министерства финансов России. Потомок по соседней ветве генеалогического дерева Рихард Вайсцекер был президентом ФРГ в 80-х. И не исключено, что автор «Лебединого озера» и других выдающихся музыкальных творений тоже родственник. Именно через Беренцев Ульяновы породнились Чайковскими, потому что один из представителей рода Беренцев, приехав в Россию, женился на представительнице рода Чайковских. И ежели следовать этой версии, то Петр Ильич Чайковский и Владимир Ильич Ленин, они будут родственниками. Ленин остается самым известным брендом Ульяновска. Правда, в последнее время интерес к вождю снижается, признают музейщики. А чередей в мемориалках в советские времена давно нет, а среди школьников, особенно младших классов, уже нередко встречаются те, кто не знает, кто такой Ленин и чем он прославил этот город, родившись 140 лет назад вот в этом доме в семье учителя. Но Ленине она продолжается, и, по словам ученых, до получения полной, объективной и исчерпывающей картины личности вождя еще далеко. Сергей Арсеничев, Василий Колдашов и Валерий Анисимов. Вести. Ульяновск.